Нестабильное становище Украины и гражданские хвалявания тревожат не только беларусов. За непокойность они выкликают и у тих, для кого Беларусь стала другим домом. В 2014 году Ганна Литвин разом с мужем и детьми покинула Донецк. Военные деяния близко подобрались до их дома. Заховывать покоя в этой ситуации было немогчимо. Когда аэропорт бомбили, то это все небо гудело. Когда пролетает самолет, истребитель, или как он там правильно называется, то тяжело быть спокойным в этой ситуации. Рядом с нашим домом, ну как рядом, пару километров от нас находилась военная часть. Вот когда непосредственно начались уже там события, то все. Это уже была последняя точка, после нее мы поняли, что пора собирать вещи. То есть отвезли к родителям мужа детей. Это Донецкая область в Волновавском районе, это 40 минут от Донецкой езды. Мы машины отвезли их туда с какими-то вещами, вернулись в Донецк. Я уволилась с работы, ну как это положено, уволилась с работы. Прошла в поликлинике, забрала справки, карточки забрала. Забрала детские документы с садика, со школы. Все это собрали мы. Там еще собирались какие-то дела поделать, но пошли слухи, что перекроют пункты пропуска. Ну и пришлось как бы быстрее уехать. У Гомеля живет родная Ганна, ее дядька с семьей. Слухаючи новин из Украины, яны неодноразово закликали семью Литвин переехать в Беларусь. Ганна каже, что с початку яны думали про агрогородок, але потом вы решили застаться в областном центре и попробовать применить свою адукацию и працовный опыт. Так и вышло. Яна смогла лотковаться обудовнейший трест геодезистам. При этом же Анжине навыто не пришлось подтверждать свой диплом. Сгодно с указом президента Беларуси для беженцев из Луганска и Донецка процесс праоткования спрастили. Пару годов тому Ганна так само пройшла на вучание и аттестацию в Минску. Ему ж працуя водителем, как это было и в Донецку. Дети так само нормально адаптовались в учиться в школе и в университете. Я могу пожелать только не испытать такого. При том, что мы не попали непосредственно под бомбежки и мне не пришлось сидеть в подвалах. И того, что мы пережили, этого достаточно для того, чтобы понимать, что это никому не пожелаешь. Когда муж поехал в 2016 году и позвонил мне по скайпу из нашего родного дома и спрашивал, что потом привезти сюда в гопель, он мне показал наши полотенца. И я расплакалась при виде этих полотенец, из-за дурацких, которые мы там оставили. То не надо такого, никому не надо. Поэтому я желаю только того, чтобы был мир, добро и развитие. Больше ничего.